Сейчас начнется процесс отцентровки. Вообще, центровка в гончарном мастерстве – это самое сложное. Гончарному ремеслу с древних времен приписывалось магическое значение, ведь бесформенная глина в опытных руках мастера превращается в настоящее произведение искусства. Буквально пару минут и появляются первые плавные очертания будущего керамического изделия. Несколько, казалось бы, нехитрых движений, и на гончарном круге уже кувшин. Но для того, чтобы так умело управляться с глиной, нужно было проделать снимал работы. Считается, что мастером гончарного дела становится тогда, когда наработано 10 тысяч часов. Я бегу в мастерскую, я не могу там ни дня вообще прожить без своей гончарки. Я даже иногда шучу, что если я не погончарю несколько дней, у меня все, ломка начинается, мне нужно обязательно что-то сделать, что-то сгончарить, выкрутить какое-то там изделие. Интерес к лепке у Юли зародился в детстве. Увлечение со временем стало делом всей жизни. Сейчас у девушки гончарная мастерская. Главное, по ее словам, в этом ремесле – это специальная печь. Здесь изделия обжигаются по температуре тысячи градусов. Но многое, конечно, зависит и от глины. Ее приходится заказывать до 300 килограммов в месяц. А теперь давайте решим, кто что будет лепить. Посмотрите, мы вам поставили образцы всякие разные, да? Но Вика вот будет котенка лепить, колокольчик-котик, да? Своими знаниями Юля с удовольствием делится со всеми желающими. Для детей и взрослых она проводит мастер-классы. По мнению психологов, гончарное мастерство – это отличный способ справиться со стрессом. Валерия с дочкой на таком занятии впервые. Говорит, за работой даже потеряла счет времени. Интересно, увлекательно, это прям действительно занимает. У меня дочь впервые чем-то прям вот занялась, чтобы для нее это вообще на мне не усидчивое. Как говорит сама Юля, мастер гончарного дела – это профессия для души. Для нее это ремесло прежде всего радость от занятия любимым делом. Оксана Боричева, Семен Воробьев, Новости дня. Семен Воробьев, Новости дня.